Въезд в Париж ознаменовался совместными концертами с молодыми французскими композиторами, которые с легкой рукой Анри Калле в статье «5 русских, 6 французов и Эрик Сати» по подобию «Могучей кучки» были объединены в Содружество, известное в истории музыки как «Французская шестерка», в действительности являясь весьма разными личностями. В частности, идейный вдохновитель творческого объединения композитор Эрик Сати не всегда находил отклик у участников кружка. Тем не менее, Мио был одним из тех, кто поддерживал одно из изобретений Сати – меблировочную музыку. Музыку, звучащую фоном, где мелодические ячейки могут повторяться значительное количество раз. К подобным сочинениям Сати относятся, например, обои в кабинете префекта, или в бестро и гостиной, где он стремился запечатлеть музыкальными средствами характерную обстановку. Почему об этом говорю я? Дело в том, что сочинениями Мио, которые вы сейчас услышите, нередко тоже пытаются отнести к меблировочной музыке в сельскохозяйственные машины. Хотя в действительности, на самом деле, композитор решил написать вокальный цикл на необычный словесный источник – текст каталога сельскохозяйственных машин, который он захватил с собой при посещении выставки еще до поездки в Бразилию. Произведение было написано в 19-м году, и Мио определил его жанр как «Шесть постаралей для голоса и семи инструментов». И идея цикла аналогична с его точки зрения, воспевая ее в музыке жатвы или сбора винограда. Критик Ковар, рассуждая о музыке цикла, говорит, что она на многих своих страницах рисует широкие хлебные поля в середине лета. Особенно он заострял внимание на роли голоса в этом сочинении. Обычно мы ждем от вокалиста, чтобы нам были понятны слова. Многие любители оперы говорят, что приходим в оперу, и непонятно, какие слова поются. Так вот здесь не нужно, говорил Ковар, чтобы певец непременно давал понять каждое слово. Пусть он станет над ним, фарит над нежной симфонией, которую играют семь инструментов, пусть думает о большом плодородии и прославит в своем пении весь мир. Тем не менее, хочется заметить, что Мио, подобно Мусоргскому, очень точно в своей музыке следует за текстом. Всякий раз, например, когда речь заходит о технических подробностях машин, Коварит становится напряженным и жестким, а когда текст повествует об использовании машин в сельском хозяйстве, напротив, мягким. Каждую из миниатюр композитор посвятил своему коллеге из группы шести, а первую – Жану Коктой, являвшуюся, подобно Стасову Могучей Кучки, их творческим соратником. Возможно, в характере работы каждой машины он виден аналогию характеру конкретного человека, объекта посвящения. Я назову машины, которые сейчас вы услышите. Комбайн под названием «Эспигадора», посвящен Жану Коктой. Косилка посвящена Луи Дюрею. Сноповязалка – это, несмотря на то, что эта миниатюра посвящена, казалось бы, лирику, Франсису Пульенко, она будет очень напряженной. Стерневой культиватор – сейлка Плуг, посвящено Артуру Аннегеру. Копатель-дренажник, который используется для того, чтобы почвы разрыхлять, посвящено Жоржу Алипу. Последняя миниатюра, самая крупная, сеноворошилка, посвящена Жермен Тайфер. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА